Здравствуйте! С Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. К сожалению, весьма немногим любителям астрономии повезло проживать вдали от городской засветки и смога под первозданно темным небом. И в случае выезда на наблюдение решающую роль играют габариты и вес инструмента. Эти вещи одинаково критичны, как для новичка, делающего первые шаги в астрономии, так и для опытного любителя, который хотел бы взять телескоп на отдых или в отпуск. И извечный вопрос, какой телескоп лучший, имеет для и тех, и других простой ответ – тот, который чаще наблюдаешь. Хорошим выбором для таких целей станет телескоп SkyWatcher 707AZ-2. Небольшой бюджетный рефрактор на зимутальной монтировке. Именно с этой моделью мы отправляемся на сегодняшний обзор. Телескоп весьма и весьма добротно упакован. Инструмент поставляется в обычной и невзрачной картонной коробке. Распаковав ее, находим фирменную коробку SkyWatcher. Внутри этой красочной коробки мы обнаруживаем еще одну картонную коробку, а в ней опять коробки. Правда, на этот раз уже коробка трубы, штатива и небольшая коробка с аксессуарами. За такой подход к упаковке фирмы SkyWatcher нужно поставить жирный плюс, и мы можем быть уверены в том, что телескоп придет к нам в полном порядке и сохранности. Не менее внимательно упакованы аксессуары. Каждая мельчайшая деталь в своем индивидуальном пакетике или коробочке. Установка штатива занимает не более двух минут. Выдвинув ноги на требуемую высоту, прикручиваем к имеющимся трем стальным распоркам полочку для аксессуаров. Теперь устанавливаем трубу в пазы полуосей на монтировке. Прикручиваем к трубе штангу тонких движений и продеваем ее фиксатор на одном из перьев монтировки и затягиваем винты крепления трубы. Снимаем крышки с трубы и обнаруживаем замечательный 70-миллиметровый ахроматический объектив, имеющий многослойное просветление. Заглянув внутрь трубы, мы видим несколько диафрагм, которые призваны повысить контраст изображения, отсекая паразитные лучи. В фокусер установим диагональное зеркало, линзу Барлоу и окуляр 10 мм, применяя максимальное увеличение телескопа при истировке искателя. Для этого с помощью трех винтов в оправе искателя необходимо совместить перекрестие искателя с объектом, наблюдаемым в основную трубу. Кроме упомянутых уже линзы Барлоу и окуляра 10 мм, в комплект поставки входит также окуляр 25 мм. Окуляры весьма неплохи, имеют многослойное просветление и удобные резиновые наглазники. А вот линза Барлоу весьма бюджетного исполнения и привносит довольно сильный хроматизм. Сборка телескопа занимает не более 10-15 минут, что говорит о грамотной конструкции инструмента и продуманности узлов, которые призваны облегчить жизнь любителю астрономии. Особое впечатление производит труба. Возможно из-за цвета, который красиво блещет металликом в лучах солнца. Возможно из-за мощной бленды объектива и, конечно, из-за хорошего качества изготовления большинства узлов. Уже в комплектный окуляр 10 мм с увеличением 70 крат телескоп показал массу подробностей лунного рельефа – моря, горы, разломы, легендарные лунные кратеры и центральные горки в некоторых из них. Применение комплектной линзы Барлоу дало увеличение 140 крат, однако добавило заметный хроматизм и, хотя масштаб увеличился, больше подробностей рассмотреть не удалось. Поэтому по планетам мы отказались от применения линзы Барлоу и с тем же увеличением 70 крат телескоп прекрасно показал диск Сатурна, его знаменитые кольца и самый яркий спутник Титан. У Юпитера угловой размер почти в два раза крупнее, детали различаются побольше и, конечно, четыре галилеевых спутника, которые уже в течение получаса наблюдений заметно изменили свое положение. В окуляр 25 мм с полем зрения почти в два градуса телескоп вполне достойно показал и звездные скопления. Без труда в созвездии Пегаса мы обнаружили пушистый комочек – шаровое скопление М15. Потом полюбовались звездной россыпью двойного скопления в Персеи, удачно расположенного на фоне Млечного Пути, хотя и не такого яркого, как в летних созвездиях, но все равно искрящегося мириадами звезд. В знаменитых Плеядах, кроме семи звезд, видимых невооруженным глазом, перед нами предстали десятки ярко-голубых светил, семейства молодых звезд, связанных не только визуально, но и гравитационно. И, наконец, мы долго любовались туманностью Ориона, одной из самых ярких диффузных туманностей даже ощущался объем пространства с темными газопылевыми облаками на фоне ярких крыльев туманности в знаменитой трапеции в центре. Подведем итог. SkyVacher 707AZ-2 оставляет самое позитивное впечатление. Надежная и качественная упаковка, достойное общее качество, исполнение всех деталей, как оптических, так и механических. Кроме того, отметим быструю установку телескопа в полевых условиях и возможность переносить инструмент чуть ли не одной рукой. Наконец, прекрасное соотношение цена-качество. Единственными и сколь-нибудь весомыми недостатками можно считать неважное оптическое качество искателя и хроматизм линзы Барлоу. Однако в доступные модели начального уровня это вовсе не повод придираться. Итак, специалисты нашей лаборатории смело рекомендуют SkyVacher 707AZ-2 в качестве первого инструмента для новичков с целью знакомства со звездным небом, а также в качестве второго легкого и портативного телескопа для опытного любителя астрономии. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.